Всем привет! Смотрите как восстановить Exchange Server. В этом видео я покажу как создать резервную копию с помощью средства резервного копирования Windows Server Backup и как развернуть резервную копию на сервере Exchange. А еще рассмотрим как создать базу восстановления из резервной копии и принести почту на новый сервер. И в завершении как восстановить поврежденные или удаленные файлы базы почтовых ящиков с помощью программы для восстановления данных. Локальный Exchange Server – это фиктивный сервер электронной почты со всеми функциями безопасности, предоставляемыми корпорацией Microsoft. Но из-за неправильного управления физических или логических ошибок база данных может быть повреждена. Это не страшно, если у вас есть резервная копия сервера. Поврежденную базу данных Exchange легко и быстро можно восстановить. Хотя администратор может свести к минимуму повреждения базы, его нельзя свести к нулю. Поэтому всегда нужно хранить резервную копию, чтобы в случае аварии не потерять важные данные. Для резервного копирования Exchange Server есть множество специализированных программ. Однако Windows Server обладает встроенным функционалом для данного решения. Это компонент Windows Server Backup. Резервное копирование Windows Server предоставляет администраторам возможность резервного копирования всего сервера, выбранных томов или конкретных папок. Windows Server Backup – это встроенный модуль резервного копирования операционной системы Windows Server. Так как по умолчанию функция резервное копирование не установлена, для начала ее нужно установить. Для этого откройте Server Manager. Кликните по кнопке меню Manage ADD Roles and Futures. В открывшемся окне перейдите к разделу Futures и установите отметку напротив Windows Server Backup, затем Next и Install. После установки утилиты откройте Tools и запустите Windows Server Backup. Microsoft заявляет, что с помощью системы архивации данных вы сможете создать копию баз данных Exchange и восстановить их. Перед тем как создать резервную копию рекомендуется отмонтировать базу данных. Для этого откройте Exchange Admin панель, перейдите в раздел Servers и откройте вкладку Databases. Отметьте базу, кликните по трем точкам и нажмите Dismount. В открывшемся окне Windows Server Backup выберите Local Backup и справа в области действия выберите Backup Once. В настройках параметров архивации отметьте Different Options и нажмите Next. В конфигурации архивации выберите Custom и нажмите Next. На странице выбора объектов нажмите Add Items. Отметьте диск, на котором находится база вашего Exchange и OK. Затем кликните по кнопке Advanced Settings. Здесь вы сможете добавить исключения из диска, которые не будут скопированы. Затем перейдите во вкладку VSS Settings и установите отметку напротив VSS Full Backup, OK и Next. На следующем шаге укажите место, куда сохранить резервную копию, локальный диск или удаленная рабочая папка. Затем проверьте параметры и нажмите Backup для начала процесса архивации. Теперь у вас есть резервная копия базы почтовых ящиков Exchange. После зайдем в почтовый ящик и проверим почту. Удаляем все письма, также можно удалить их из корзины. И проверим удастся ли восстановить с резервной копии. Теперь давайте рассмотрим как восстановить базу данных из последней резервной копии Windows Server Backup. Для этого откройте Server Manager Tools Windows Server Backup. В окне программы отметьте Local Backup. Затем в окне действий Recover. Укажите где хранится ваша резервная копия, на локальном диске или в удаленном каталоге и нажмите Next. Укажите точное место расположения архива Next. Далее выберите сервер и дату архива, с которого планируете восстановить его состояние. На странице типа восстановления отметьте пункт Applications и нажмите Next. В следующем окне убедитесь, что выбрано приложение Exchange и нажмите Next. Далее выберите Recover to Original Location, если нужно восстановить данный эксченж в первоначальном расположении или пункт Recover to Another Location, если нужно восстановить отдельные базы. И для запуска процесса восстановления кликните по кнопке Recovery. По завершении операции нажмите кнопку Close. Теперь все изменения и удаленные письма будут возвращены к состоянию по времени резервной копии. Проверим нашу почту. Как видите, все письма, которые находились в почтовом ящике до момента резервного копирования восстановлены. Так вы сможете вернуть важное сообщение, которое было безвозвратно удалено с почтового ящика. Но это может затереть более поздние сообщения, которые были получены после резервной копии. Если же почтовый ящик был полностью удален, достать письма таким образом у вас не получится. Для того чтобы вернуть письма нужно создать новый почтовый ящик и вернуть сообщение из базы восстановления. Еще один способ восстановления почтовых ящиков из Recovery базы. В том случае, если нужно восстановить письма на новый сервер или первый способ мне помог вернуть утерянное сообщение, попробуйте восстановить его из Recovery базы. Прежде чем восстановить базу на новый сервер Exchange нужно его заново установить и настроить. Я покажу только процесс восстановления почтовых ящиков. Предположительно, что у вас уже есть чистый рабочий сервер Exchange с Active Directory. Итак, у нас есть резервная копия, созданная с помощью Windows Server Backup. Я покажу, как с его помощью восстановить базу данных и папку с логами на другой диск и затем импортировать на сервер с чисто установленным Exchange Server. Для начала нужно восстановить базу Exchange с резервной копией. Это может быть копия Windows Server Backup или другой программы. Нам нужно достать с бэкапа папку с базой данных и транзакционными логами. Этот процесс мы рассмотрим на примере резервной копии с Windows Server Backup. Откройте Server Manager. Справа вверху кликните по кнопке Tools. В самом низу выпадающего списка запустите Windows Server Backup. В открывшемся окне утилиты выберите Local Backup и нажмите Recover. Укажите расположение резервной копии, этот компьютер или другое и нажмите Next. Выберите диск или сетевую папку, укажите Tom. Отметьте ваш сервер и нажмите Next. Далее выберите дату последней резервной копии Next. На следующем шаге отметьте пункт Applications и нажмите Next. Затем отметьте Exchange Next и укажите, куда установить данные с сервером. Для этого нажмите Browse, выберите диск и папку, а затем Next и Recover. Теперь ждем окончания процесса и закрываем окно утилиты Close. В результате вы получите копию почтовой базы данных и папку с лог файлами. Я скопирую файлы базы данных и перенесу их в другую папку, в корень системного диска, чтобы проще было в будущем прописать в ней путь. Также можно изменить название папки и файла с базой. Теперь для восстановления почты вам нужно создать базу восстановления, в которой будут импортированы файлы восстановленные с архива базы и логов, а затем перенесены письма в существующую. Для этого воспользуемся Exchange Management Shell и командлетом NewMailBoxDatabase. Переходим папку с базой и вводим такую команду, где dbr имя новой базы восстановления, MailBoxDatabase.edb имя файла базы и в конце указан путь папки с транзакционными лог файлами. После выполнения данной команды нужно перезапустить информационную службу Exchange. Для этого откройте окно служб. Найдите в списке Microsoft Exchange Information Store, выделите ее и нажмите restart. Теперь проверим статус базы, которую мы восстановили. Для этого выполните команду утилиты sutil с ключом mh. Если вы находитесь в другой папке, в команду нужно добавить путь к файлу. В моем случае я просто указал имя файла, так как нахожусь в этой же папке, где и файл базы. Если в результате вы получите следующий статус базы, dirty shutdown ее придется сначала восстановить. Следующей командой утилита sutil с ключом r. Здесь нужно указать префикс транзакционных логов, у меня это e00. Перейдите в папку с логами и посмотрите префикс названия файлов. Если такая команда не помогла выполните следующую. Здесь нужно указать префикс транзакционных логов, затем указать путь к папкам с логами и базой. Если процесс прошел успешно вы увидите такой результат. После успешного восстановления можно приступать к ее монтированию. Для этого выполните такую команду. Для того чтобы посмотреть содержит ли бэкап какие-то данные можно выполнить команду getMyBlockStatistics. В результате вы получите список ящиков, которые хранятся в базе восстановления и их ID, которые понадобятся в дальнейшем для переноса писем в новый почтовый ящик. Для переноса выполните такую команду. Где нужно указать имя исходной базы, базы восстановления, ID исходного почтового ящика и в конце команды имя целевого почтового ящика. Если при выполнении вы увидели подобную ошибку. В конце команды добавьте следующее значение. Теперь проверяем новый почтовый ящик. Как видите все письма, которые хранились в утерянном почтовом ящике были принесены в новый. Нам удалось вытащить данные из резервной копии и импортировать их на новый сервер. Теперь данную процедуру можно повторить с оставшимися почтовыми ящиками. При повреждении самой базы или отсутствии логов может понадобиться и восстановление. Для этого используйте команду утилиты есть утил с ключом P. В результате вы получите окно с предупреждением. Так как этот процесс обратить невозможно, а его результатом так или иначе станет потеря некоторой части данных. Далее проверяем, что база находится в исправном состоянии. Состояние должно измениться на Clean shutdown. После понадобится дефрагментация базы данных. При дефрагментации будет создана новая база, в которую будут перемещены все исправные данные. По завершении дефрагментации оригинальный файл базы будет удален. Теперь ее осталось монтировать и запустить команду проверки. Для монтирования выполните такую команду. И для запуска проверки следующую команду. Процесс восстановления базы данных Exchange Server завершен. В том случае, если ваш сервер вышел из строя, была повреждена или удалена база почтовых ящиков или папка с транзакционными логами, вернуть утерянные файлы вам поможет программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. С ее помощью вы сможете просканировать диск, найти файлы, которые были удалены, восстановить их и перенести на сервер Exchange. Hetman Partition Recovery поддерживает большинство популярных файловых систем. Если ваша база хранилась на RAID массиве, воспользуйтесь программой RAID Recovery. Утилита в автоматическом режиме соберет из диска утерянный RAID и вы сможете достать из него файлы вашей почтовой базы Exchange. Рассмотрим восстановление на примере Hetman Partition Recovery и стандартного расположения базы. Скачайте, установите и запустите программу для восстановления. Она автоматически просканирует вашу систему и отобразит подключенные диски. Кликните по накопителю, где хранилась база, правой кнопкой мыши и выберите открыть. Затем укажите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Сначала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если в результате программа не нашла нужных файлов, запустите полный анализ. Кликните по диску правой кнопкой мыши, проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему и нажмите далее. Идем в папку, где хранилась почтовая база Exchange Server. Отмечаем каталог и жмем восстановить. Далее укажите диск и папку, куда ее сохранить и кликните по кнопке восстановить. По завершении папка с файлами будет лежать по указанному пути. По умолчанию база хранится по такому пути. Для удобства программе реализирован поиск по имени файла, что значительно сократит поиск нужных файлов. Также здесь есть возможность сохранить образ диска и в дальнейшем вы сможете проводить анализ с образа. Теперь из восстановленной базы вы сможете сделать рекавери базу и перенести нужные письма на новый сервер. А как это сделать мы уже рассмотрели. Прежде чем восстановить базу на новый сервер Exchange нужно его заново установить и настроить. В данной видео инструкции я показал только процесс восстановления почтовых ящиков. Прежде нужно будет установить и настрой текущей сервера с Active Directory. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok